Ян, поздравляю тебя с победой. Наверное, это самое необычное место, где ты играла в футбол. Ну да, и самая необычная жара в моей карьере. Ну, расскажи, поделись впечатлениями от матча. Мне показалось, что первый тайм достаточно уверенно контролировали и, в общем-то, почти без проблем. Да, первый тайм был хороший, за исключением стандартов в наши ворота. Немножко мы там, что-то, сумбур какой-то был. А так, в принципе, хороший тайм, да. Когда ты забила гол, дракон, он сначала взлетел в Казани, приземлился, получается, в Парагвае. А это теперь наше все, это фишка. Мы два раза сделали дракона сегодня. Расскажи, тренер, когда говорил перед матчем, давал установку, он больше обращал внимание на то, как играет соперник или на вашу игру, потому что Парагвай все-таки ниже находится в рейтинге. И, соответственно, был ли, так скажем, акцент на том, как играет соперник, или мы играем так, как должны, а там соперник пусть сам подстраивается. А как-то и так, и так. И соперника разобрали, и нашу игру разобрали, и в итоге вот, победа. Расскажи, перелет вот этой тяжелейшей тренировки здесь, если тебе с чем вообще сравнить этот опыт в том плане, какие у тебя ощущения вообще от того, как здесь тренироваться в такую погоду? Ну, для меня перелет оказался легким, потому что я все полеты спала реально. Я вставала только покушать там, и все. Пару раз поговорила, все остальное я спала. Я скачала себе сериал, взяла книжку, но я ничего не читала, не смотрела, потому что я просто спала. Мне повезло, я выпила таблетку с натурной, и все. А так, тренировки здесь в жару, конечно, тяжело. Но игра вот вечером уже более-менее нормально сейчас. У меня язык даже заплетается. Более-менее, короче, нормально. Ветерок обдувает хорошо, уже думаю, что не в Парагвай, а где-то в Сочи. Летом. Что еще впереди? Вторая игра. Чего ждать от команды? Ну, естественно, нужна победа. Так же. Две победы. И домой. Отдыхать. В конец сезона. Спасибо тебе. Будем ждать второй победы.